На катке в Наташинском парке в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» прошли показательные выступления юных фигуристов. Подробнее прямо сейчас. Ари Небесковой 9 лет. Из них 6,5 она занимается фигурным катанием. Она уже чемпион Московской области. Девочке удается совмещать учебу в школе и коньки. Мы разминаемся, распрыгиваемся, катаем свои программы, прыгаем в дополнительные прыжки и вращаемся в конце тренировки. Ксения Токарева решила стать фигуристкой после Олимпиады 2014 года. Ее сердце покорила олимпийская чемпионка Юлия Лепницкая. С тех пор девочка не расстается с фигурным катанием. Сейчас мы учим тройные прыжки. Недавно я стала вице-чемпионкой Московской области. Не сдавайтесь, даже если у вас ничего не получается. Надо бороться до конца. Перед жителями округа выступили 9 юных спортсменов с сольными и групповыми номерами. Их подготовила тренер по фигурному катанию Ольга Тиханкина, которая уже 10 лет растит будущих чемпионов. Я сама занималась фигурным катанием. И невозможно отвыкнуть от Ольга, уйти от фигурного катания надолго. Поэтому моя спортивная карьера плавно переплыла в тренерскую деятельность. Мы планируем фестивали проводить на этом катке. Нам очень понравился совершенно замечательный каток. Каток в Наташинском парке работает с 10 утра до 21.30. Любой желающий со своими коньками может кататься здесь абсолютно бесплатно. А у кого их нет, может взять на прокат. У нас планируются все праздничные дни, начиная со 2 января, выступления фигуристов. Это будут люберецкие фигуристы, которые будут показывать разные театрализованные сценки. С расписанием всех мероприятий катка можно ознакомиться на официальных страницах социальных сетей парков городского округа Люберцы. Активный отдых полезен для здоровья и приносит яркие впечатления. Каток – главный атрибут зимних каникул. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.